так самое главное тебя не отпустить. Валентина Валентиновича мы подъехали с лисой. Ага, спасибо. Мы с лисой приехали. Наша Ащичка едет на прививку. Давай, молодец. Она пока еще об этом не знает. А ты медкнижку взяла? Конечно, паспорт. Все хорошо. Укол вакцину сделает. Чипируем ее. Едем лисичке делать прививку в спутник В или КВВАК. Сворачиваем. Ты куда пошла? Держи. Ты куда побежала? Ася, она поняла, что ее ведут на прививку. Она машину боится, Оксана. Тащи. Она машину боится. Не знаю, неси. Пусть привыкает. Надо. Давай, садись. Все, Ася. Села. Ой, она залезла туда, Оксана. Пусть ничего страшного. Пусть, пусть. Держи. Да, прививку тебе едем ставить. Она уже не рассказывает. Да, она уже понимает. Отреагирует. Слушай, у нее глаза прям светятся. Они прям рыжие-прирыжие стали. Я такого даже никогда не видел. Сними, Андрей, это безобразие. Нет дорог у нас до сих пор. Да, там самое интересное то, что из этого списка более-менее известные мандеки... Как в Средневековье. Ой. А, пристегнуться. Тачка-то пристегнута. Да. Да. Вот смотри, смотри. Снимай быстрее. Снимай, снимай. Снимай, снимай. Я отправлю потом как раз... Ну да, они вот это вот не страшуют. Вот посмотри, сколько у нас бродячих собак. Конечно, они прямо опасны. И они стаиные прям бегают. Они, конечно, чипированные. Я ничего не говорю. Но с другой стороны, если такая стая нападет на ребенка... Слушай, ну и они прям выбежали. Их сразу где-то штук шесть или семь было. Да. И вот такие вот собачки загрызли моего кота просто. Угу. В своем же дворе. И мы на ютубе ему покажем, чтобы он прям видел, что это не просто так все. А оно все будет развиваться, и потом ему влетит по шапке. Ему кому? Ну, главе. А ты что, ты к нему обращаешься, а он тебе отписки делает или вообще не отвечает? Нет, нужно было подтверждение. Вот сейчас мы сняли видео. Угу. А вот еще собаки. Вот они возле магазина. Вот это вот большая черная собака. А, вот это достояние города. Да. Хотя она такая добрая, конечно, все с ней. Общаются. Ну, кстати, эта черная собака, она всегда одна. Угу. Она сама по себе, она не в стае. А вот те собаки, они прям в стаю собираются. И стаи бегают везде. Ну, такие дома. Угу. Аська любопытная. Давно уже не ездила на машине. Она такая думает, куда вы меня везете? Она так и не вышла из поцеления. Она вышла, она уже тут бегает. Вмежду ног, да. Ой. Да, она вообще умница. Хорошая. Ой, сейчас ты посмотришь там своих собратьев. Ветеринара у нас есть. Две лисички. А та, которая у них убежала, она вернулась? Нет. Слушай, а убежала, наверное, еще одна у них была. Я не знаю, сколько кто. Сейчас убедим. Короче, каждая вторая убегает. Вот еще, пожалуйста. Вот собачка. Это вообще даже не шапирована. Слушай, ну это здоровая была собака. Они стаи прямо нападают на кошек, а они нападают прямо стаи. И шансов кошек уже нет. Угу. А здесь. Меня сегодня кулинар спрашивает, как ваш котик, почему не пришли на прививку? А что мне ей говорить? Нет, у нас котика больше. Все. Просто вот такая стая собак. Я хочу приколвать на панчик. Так, ты смотри только, Аська, не дерись с ветеринаром. Ладно? Веди себя хорошо. А то ты начнешь его кусать сейчас. Вкус и все. Боится. Так, самое главное, тебя не отпустить. Дмитрий Валентинович, а мы подъехали с лисой. Ага, спасибо. Мы с лисой приехали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь такие деревья прям большие. Ой, она уже совсем и не боится. Как котенок, смотри. Можки какие же. Хорошая. Она довольна, что ее вывели сегодня куда-то. На прогулку. Мне кажется, знаешь что? Она от страха. А хвост у нас какой стал вообще. Оксана, мне кажется, она от страха даже еще рыжей стала. Ты что такое рыжая? Интересно, она хвостик так поджимает, да? Ася сегодня прям такая милая. Аж хорошая. Даже не кусается и не царапается. Она сворачивается как ежиха. Она очень довольная, что ее взяли сегодня с собой. Я хорошая и никогда не кусаюсь. Что-то она какая-то мирная стала. Подозрительно. А лапки какие? Иди сюда. Видите, лапочки сложила. Такое вот там. Как ежик. Она трясется? Дрожит? Ну, немножко побаивается, да. Маленько. А тут машины. Просто машины она боится. Да, она не трясется. Она, кстати, боится ночью яркого света почему-то. Вот когда включаешь, и она боится. Наверное, потому что она знает, что ее заметили. Она такая обычно любит из-под кустов в темноте выглядывать. И такая делает вид, что никого нет. А потом, когда человек подходит, она или какой-то зверь, она хап, и все, и выкусила. Слушай, помнишь, мы ее взяли? Она была такая малюсенькая. Ой, когда мы ее взяли, я ее на руки взять не мог. Я ее на руки взять не мог, потому что она лезла, кусалась, царапалась и тявкала. Мне даже страшно было. А потом мы с ней вот подружились и стали друзьями. А она малюсенькая была. Слушай, она, наверное, в пять раз уже больше стала, чем была. Да видишь, у нее нога какая здоровая. А хвост? И хвост тоже. Шикарный хвост. Ой. Ноги как у кенгуру прям, посмотри. Ты что, кенгуру стала, а? Маленькая. У нее, кстати, шея вытянулась такая длинная стала. Да, как у индусов прям. Она сейчас, это подросток такой. Подростки же тоже, они такие нескладные. У них длинные, кажется, ноги, шеи. И вот она такая же. Все равно она у нас не лажка. Да, Ася? Асичка. Ну, самое главное, она сидит смирно и никуда не вырывается. Потому что, когда я ее взял на руки из вольера, она уже почувствовала, что что-то не то происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Огневка? Огневка, да. Огонь. Огонь. Но мы уже сейчас с ней не очень справляемся. Она такая стала. Стала такая вот. Не, но она в то же время ручная. Она у меня хорошая. Ну вот, спасибо большое. До свидания. Такая она молодец. Даже не дернулась, когда ей делали птичку. Да, сейчас в поле тебя отпустим. Спускай ее. А это в какую сторону хоть шутить? А туда. А, ну давай. Сейчас. Да. Пусть она чуть-чуть разомнет. Пошли. Побольше сделай чуть-чуть поводочек. Да, знаешь что, я не хочу это ослаблять. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ей так же неудобно. И тебе ей. Сейчас, сейчас, сейчас. Прям еще немножко. Да. Я почему это не хочу сильно ослаблять, потому что она как-то из шлейки вырвается, ну типа это. Давай я ее под елку покажу. А то она сейчас залезет под елку, спрячется и вылезет из шлейки. Да не вылезет. Алиса под елкой. А это, по-моему, не елка, а сосна. Даже. Вот ей это нравится. Да, она любит и дома под елку. Не даешь-то совсем боли. Сейчас мы с ней пойдем. Она так на поводку, когда смешно так ходит. Ну вот ты сейчас это приучишь гулять, она из вольера будет выходить. Бабушка такая будет говорить, что маша пошла. Она говорит, я сейчас погуляю и домой вернусь. Если раньше она постоянно под вольер пряталась, то теперь она будет выходить на прогулку. О, пусть покопает. Она же любит копать. Может, сладится будет. Пусть копает. Чего она покажет? Покажет. Ну ладно. Ого, вот. Вот это любимое занятие лисы копать. О, точно она захотела. Давай в туалет иди, а то нам на машине с тобой ехать надо. Дай ей более чуть-чуть. Царь горы быт. За людьми смотрит. Кто там погибло? Ася? Кто там? Как бы она никого не покусала. Я обожглась крапивой. Зачем? Там интересно во дворе, как в джунглях. Да, я вышел, мне, знаешь, у меня, короче, розы и цепануло. А у меня все ноги прям горят, крапивы. Ой, собака, собака. Собака. Она испугалась или она бежит к ней? Бежит съесть собаку. Пойдем туда. Ну да, она боится. Ася? Мне кажется, она не боится, она наоборот бежит. Ой, здесь их много. Пойдем на дорогу лучше. Ну она от собаки бежит. Пойдем лучше на дорогу. Мои хорошие, иди сюда. Она не от собаки, она к собаке. Она от собаки бежит, она боится. Ничего она не боится. Это же леса. Ой. Дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Сейчас, я немножко ослаблю тебя. Да, да, а то она бедная вообще. О, здесь засохли все сосенки. Ты хочешь в машину? Пойдемте в машину. Мне кажется, сейчас будет сильный дождь. Пойдем на дорогу. Пошли на дорогу. Выйдем. Ася, копать вверх. Мои хорошие. Давай, привыкай. Конечно, у тебя, видишь, как хорошо получается. Сейчас кому-нибудь на огород за помидорами убежит, и все. Вот собаки. Уходим, уходим, Ася, уходим. А боится? А боится? Бери ее на руки, Андрей. Все. Испугали. Беднягу испугали. Сидит, как котенок прям. Тем маленькой. Все выросло. Но, видишь, она уже стала это, выросла из своих размеров, и она больше не станет. То есть у них, получается, 4 месяца в загоне, и больше они не становятся. Ну, знаешь, я бы не верила его словам так, говоря, особо. Мне кажется, он не такой специалист по лесу. Ты же, когда ее забирал, помнишь, говорил, там была огромная леса? Ну да, в 4 раза больше, чем эта. Поэтому она еще растет, она еще совсем ребеночек. Лялька. Так она к тебе на руки запрыгнула прям. Да, уже все, защитника увидела, теперь мы идем домой. Она сейчас домой приедет и скажет, я с вами теперь больше никуда не пойду. Мне таких приключений не надо. Ой, а здесь какие камыши красивые. О, да. Прям вообще. Красота. А внутри, наверное, это цветут кувшинки. Ты ближе не подходи, а то провалишься. Видишь, тут берег такой обрывистый. А, это береза и ивы вокруг. Красота. А ты знаешь, что ивы плачут? Да. Они поэтому и плакучие. Аська плачет, нет? Смеется? Она не плачет. У меня был кот, который прям плакал. Да ты что? Прям слезы бежали. Странно, он что такой? Курчик наш. А. Я к нему, наверное, подходила, говорила. А что ты плачешь? А он такой, говорит. Да жизнь тяжелая. Просто так, без повода. Асенька, тебе нравится гулять? Нравится. Пойдем. Машин пока боится. Но не видела. Машин боится, да. Но она так себя прям хорошо ведет. Она вообще молодец. Я прям так переживала, как бы с ней пойдет. Угу. Мы могли бы вообще сюда, с ней на руках прийти. И на ногах. На ручки взяли и пришли. Да. Главное не на рогах. Ну, рожки. Рожки да ножки. Вот такая красавица наша. Ну, молодец. Ну, молодец. Когда мы начинаем. Ну, да. Я стал тоже замечать. Но я просто этот момент пресекаю. Я на себя натягиваю. И вверх поднимаю, что она не успевает вылезти оттуда. Эй, Боба. А это наша Ася. Ася на ру себе делает. Сиденья. Она там теперь... У меня машины. Так, хватит машину ломать. Уже через 3 минуты. Уже через 3 минуты.